МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем здоровья и к нашим сегодняшним темам. Временный губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев чувствительно уязвил самолюбие приморцев. Что он сказал? Он сказал, что Хабаровский край все равно флагман Дальнего Востока, а Приморье это тупик. Тем временем в тупике, то есть в столице Дальнего Востока, Владивостоке, мэрия вознамерилась все-таки нашарить на дне спортивной гавани статую русалки и что-то с ней сделать. Но самый главный вопрос – это пензенский кейс. А именно, является ли история вокруг ареста уже бывшего губернатора Белозерцева сигналом всему политическому классу страны? Вот об этом сегодня и поговорим. Хабаровский губернатор Дегтярев наконец-то обрел желаемую славу и цитируемость, но не ту, что надо и не там, где хотел. Недавние высказывания о Приморье и главы региона соседа мгновенно оказались на первых полосах главных СМИ нынешней столицы Дальнего Востока и прокатились виртуальным цунами по приморским соцсетям, которые не могут успокоиться до сих пор. Традиционно более спокойные хабаровчане отнеслись к риторике своего губернатора Варяга с иронией или попросту проигнорировали. Чем же разозлил приморцев Михаил Дегтярев? В ходе интервью на местном радио он коснулся темы развития Большого Уссурийского острова. Этот немаленький кусок земли посреди Амура известен тем, что часть его была отдана Китаю, который уже успел там обжиться и отстроиться, привлекая сотни тысяч туристов в год. На русской стороне у нас есть церквушка, полусмытый наводнениями поселок Чумка, дачи хабаровчан и наполеоновские, но так и не реализованные планы уже которого поколения хабаровских губернаторов. Так вот, рассказывая о них, Дегтярев настолько вошел в раж, мечтая о перехвате потока грузов из Китая, что он назвал Владивосток тупиком Ильича, добавив, что хабаровский край с его побережьем в 2300 километров и есть настоящее приморье. Как тебе это, Руслан? А вот так, Павел, у меня возник вопрос. Очень важный вопрос. Мне кажется, а не есть ли этот Димаш господина Дегтярева просто политтехнологической штукой? То есть он включается в наш извечный срач между Владивостоком и Хабаровском, а соответствующие специально обученные люди снимают реакцию, мониторят соцсети и предполагают, что, может быть, таким образом Михаила Дегтярева хабаровчане полюбят еще больше. Но это все наши приморские злопыхательские домыслы. А мы, ВКС, обратимся к представителям Хабаровского края. И сейчас у нас на связи как раз руководитель видного в регионе СМИ информационного агентства Амур-Медиа Андрей Швецов. Андрей, приветствую. Добрый день. Здрасте, коллеги. Андрей, скажите нам, пожалуйста, вот после Демарша господина Дегтярева как нам жить? В какой бане отмыться? Вот поясните нам, приморцам, как родным пока еще, что случилось? Почему это было сделано? Почему? А вам разве надо отмываться? Зачем вам отмываться в такой бане? Да что случилось? Михаил Владимирович, удивительное чувство юмора. Я считаю, что ничего такого зазорного он в принципе не сказал. Меня вообще удивила такая реакция в социальных сетях жителей Приморского края, причем довольно оскорбительно даже ко многим жителям Хабаровского края. Типа отдыхайте у себя на Амуре, ездите к нам на море, купайтесь в своей Приморской полосе. Я думаю, что это не совсем, наверное, правильно. к соседям, тем более мы не оскорбляли никого. Ну, некоторые приморцы обиделись. Есть невоспитанные люди во всех регионах, но вот если вернуться все-таки к географии и знаниям губернатора своего региона, я помню, что в классе, по-моему, в шестом, если не в седьмом, проходит список незамерзающих портов России. Ну и грузооборот, в своих прекрасных Хабаровских портах губернатор должен знать, чтобы задумываться о каком-то перехвате грузопотока от Приморского края. Это профессионально вообще? Вы знаете, я думаю, что Михаил Владимирович, скорее всего, просто добавил немножко остроты своему интервью, не более того. Жители Приморского края на самом деле обидеть-то и не хотел. Благодарим нашего Андрея Швецова из Знойного-Хабаровска. Благодарим в том числе и за то, что он дал нам законное право ответить ему. И у нас на связи политический обозреватель ИА Прима-Медиа Сергей Петрачков. Сергей, привет! Добрый день! Сергей, скажи, пожалуйста, высказывание господина Дегтярева. Что это? Шутка юмора? Какой-то тонкий психологический ход? Или все-таки это политтехнологическая штучка, которая говорит в том числе и о том, что господин Дегтярев всерьез собрался выдвигать свою кандидатуру на выборах губернатора Хабаровского края? Что думаешь? Ну, по прошествии достаточно небольшого времени и учитывая такой огромный резонанс, можно сказать, что скорее всего это был такой странный юморок лично от будущего кандидата в губернаторы Хабаровского края. Вряд ли это был какой-то политтехнологический трюк и в любом случае если бы это даже и был им, то он был крайне неудачным, потому что шутку как бы не оценили. Просто вспоминая вообще историю вопроса, это противостояние Хабаровск и Приморья исключительно скажем так, было в интернете и среди обычных граждан. То есть, это была такая шуточка между собой, и никогда она не выходила на уровень политических игроков. То есть, за за все время я могу вспомнить только одного мэра Владивостока, который один раз сказал, что Хабаровск это беспортовый город. Благодарим Сергея Петрачкова, но с ним я по-прежнему чуть-чуть не согласен. Все-таки это какие-то политтехнологические штучки. Ну да бог с ними, Хабаровску удачи, но помним, все русалки все равно у нас. Следующая тема наша любимая урбанистика. Мэрия Владивостока вознамерилась исследовать и таки извлечь со дна спортивной гавани знаменитую фигуру русалки, знаменитую скульптуру, которая была установлена, напомню, в 2003 году, а через 7 лет, в 2010 льды обрушили эту русалку и с тех пор она лежит на дне. Что там с ней мы не очень хорошо знаем. Павел, это радостная новость для Владивостокцев. Как ты считаешь? Лично мне эта идея не импонирует. Во-первых, русалка сама по себе довольно страшненькая была. Она была бетонная и из выдающегося у нее была только грудь, за которую любили держаться юные жители Владивостока. А сейчас она лежит на дне, обросла всяким и у нее поврежден постамент. Эта вся операция потребует бешеных миллионов. Куда мы можем тратить деньги, когда у нас проваленная брусчатка на набережной, неотделанные пирсы, русалочка здесь положение не спасет. Павел, у тебя есть сторонники, поверь, и вот прямо сейчас и на твоей улице перевернется целый грузовик, скажем так, с русалками. Потому что с нами на связи Анастасия Слободчикова, всем известный приморский блогер Приморская Русалка. Здравствуйте, Анастасия. Добрый день. Здравствуйте, приятно. Да, Анастасия, что вы думаете, вашу конкурентку бетонную хотят достать со дна спортивной гавани и вернуть на прежнее место? Как вы к этому относитесь, Анастасия? Вы знаете, ну я не буду врать, для меня это не очень красиво и зачем нам каменная русалка, когда есть я, я настоящая, живая. Я даже не помню, когда последний раз я ее видела, но по-моему, что-то с ней не то или она полуразрушена. Не, если бы ее как-то восстановили, привели в порядок, может быть, да. Ну а так, мне кажется, что она совсем не украшает город. Не знаю. Анастасия, спасибо за откровенность и последний маленький вопрос о ваших творческих планах. Если эту русалку все-таки восстановят на ее, условно говоря, историческом месте, не планируете ли вы порадовать своих зрителей и подписчиков интересными совместными видео? Нет. Зачем мне? В кадре конкурентская. С нами была приморская русалка Анастасия Слободчикова. Сердечно ее благодарим. А теперь в Пензу. Очередное громкое коррупционное дело в высших эшелонах российской власти. Арестован губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. По версии следователей, он через посредников получил 31 миллион рублей за предоставление конкурентных преимуществ в группе компании Биотек, которая поставляла лекарства медучреждениям региона. Кроме денег, Белозерцев разжился представительским минивеном и шикарными часами бригет. Но это еще цветочки. При обыске в доме чиновника нашли почти полмиллиарда рублей наличными. Своей вины, кстати, он так и не признал. Напомню, Белозерцев возглавлял Пензенскую область с 2015 года. В сентябре 2020 он победил на выборах губернатора региона, набрав под флагом партии власти более 78 процентов голосов. Теперь же Белозерцев лишился своей должности за утрату доверия и стал просто очередным важным гостем матросской тишины. Ряд экспертов уже высказали мнение, что арест губернатора далеко не главное событие в этом деле. Куда важнее задержание бизнесмена Бориса Шпигеля, председателя совета директоров группы фармацевтических компаний Биотек. Шпигель начал заниматься фарм-бизнесом одним из первых в стране. Он основал Биотек еще в 1991 Кроме того, предприниматель был продюсером Николая Баскова. Успел он сделать и политическую карьеру, 10 лет представляя в Совете Федерации ту самую Пензенскую область. Но вернемся к бизнесу обвиняемого. Биотек один из лидеров по поставкам лекарств и медоборудования для борьбы с коронавирусом. В частности, компания продает тесты, препараты авифавир и ариплевир, а также дезсредства. В прошлом году структура стала третьей по объему получаемого госзаказа среди фармацевтических компаний. Как думаешь, Руслан, что здесь у нас? Правосудие, политика или передел такого лакомого сейчас фармацевтического рынка? А вот есть мнение, Павел, что в России политика всегда, везде и во всем. Многие пропустили, что практически синхронно с арестом господина Белозерцева и видного фармакологического предпринимателя началось уголовное преследование председателя одной из участковых избирательных комиссий Пензенской области за фальсификацией, как предполагает следствие, выборов этого самого уже бывшего губернатора Белозерцева. Но домыслы это или нет, мы узнаем, поговорив с экспертом. С нами на связи политолог Павел Наливайко. Павел, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Павел, как вы считаете, вся эта история, все это сочетание уголовных преследований разных людей из власти, бизнеса и участковой избирательной комиссии, это сигнал политическому классу России или нет? Ну, в первую очередь, это сигнал другим главам регионов, о том, что никакого медового месяца с точки зрения избрания твоего на очередной срок и нарушения закона, конечно же, нет. То есть, мы знаем, что дозвонин Белозерцев был избран в прошлом году, однако, это не помешало силовым структурам отработать в своем направлении, и если таковые нарушения были, они как раз-таки и стали фатальной ошибкой со стороны Белозерцева и его окружения. А вот, относительно истории с синхронным возбуждением уголовного дела против бывшего члена одной участковой избирательной комиссии, то я думаю, что это дело появилось как раз-таки для легализации самого процесса по Белозерцеву и в том числе чтобы усомниться в легитимности той победы, которая ковалась в прошлом году по нему. Не думаю, что этот кейс будет сигналом для других избирательных комиссий, все-таки пока само уголовное дело, оно на задворках кейса Белозерцева и все-таки мало кто о нем знает. Благодарим политолога Павла Наливайко, но все-таки, как мне кажется, Павел немного вопрос остался не раскрыт. Но у нас на связи федеральный эксперт политолог Константин Калачев. Константин Эдуардович, наше почтение, здравствуйте, доброе утро. Здравствуйте. Константин Эдуардович, в чем смысл дискуссии? Пензенский кейс. Это сигнал политическим элитам, политическому классу России в выборный год? Или же это просто, ну скажем так, совпадение, нет, не думаем? Как вы считаете? Ну, давайте я начну с другой истории. Давайте. Однажды мне пришлось работать с РИО одного из регионов. Написали мы стратегию, представили администрацию президента. Она мне говорит, вы знаете, было бы очень неплохо, если бы ваш кандидат получил, ну, 65 процентов, не больше того. Потому что надо быть скромным, не надо выделяться на фоне президента. Есть результаты, которые президент получил на президентской кампании. на что я сказал, знаете, если ничего не делать, будет 75. А если ничего делать, будет 80. 65 в регионе реально совершенно. Поэтому, вы меня простите, я оставляю за себя своего коллегу, а сам уезжаю с детьми в Грузию на все лет отдыхать, потому что работать на 65 процентов я не могу, это значит, работать против своего заказчика. Так вот, о чем речь? Если мы вспомним результат Блазерцева 79 процентов, почти 80, да, при том, что это не самый популярный губернатор, прямо скажем, не самый популярный губернатор, и были вопросы к его назначению, администрации президента были разные, поэтому по этому мнению, и были люди, которые считают, что там должен быть другой человек, другой человек, который сейчас стал в РИА в другом регионе. Так вот, наверное, эти 79 процентов были нескромными, и, собственно говоря, история, которая сейчас происходит, это история о том, что, ну, с учетом того, что сейчас очень много говорят про легитимность выборов следующих, федеральных, Госдуму, да, надо показать, что власть борется за честность выборов, за их легитимность, и что, собственно говоря, никто не против высоких результатов партии власти, но сверхвысокие, достигнутые с помощью разного рода махинаций, не нужны. Так что, я думаю, что нет здесь ничего случайного, вряд ли это совпадение, скорее, такой сигнал о том, что не надо совсем уж злоупотреблять. Но, правда, бедный региональный лид находится в воскоряку, потому что, с одной стороны, им говорят, выборы должны быть легитимными, но в переводе на русский означает не впадайтесь, кто не пойман, тот не вор, а вот, главное, что за руку вас не хватили, видите, а там схватили за руку. А второе, все равно же спросят за результат, так или иначе за результат будут спрашивать, поэтому, вот, разрываясь между желанием провести честно открытые выборы, да, и отчитаться потом, перед начальством, о том, что у тебя результат выше среднероссийского. Ну, то есть, как бы, бизнес, интересы, они здесь вторичные? Бизнес интересы первичные в отношении вообще к этой истории, потому что я абсолютно верю в то, что сказал господин Шпигель в интервью коммерсанту, что у него хотели забрать бизнес, а он не захотел отдавать. Собственно говоря, простите, пожалуйста, но у вас на Дальнем Востоке точно такая же история с хабаровским губернатором бывшим, потому что я думаю, что судьба металлургического предприятия на территории Хабаровского края, которая необходима в том случае, если будет запущен проект строительства Сахаринского моста в силу логистики, наверное, имеет отношение к судьбе фургала. То есть на многих есть чемоданы компромата, но не каждый раз и чемоданы достают загашников, не каждый раз и запускают этот компромат и возбуждают уголовные дела. Благодарим нашего сегодняшнего федерального эксперта Константина Калачева и переходим к разделу протокол. А вот и наш протокол. Пункт первый. Михаил Дегтярев и его флагманский Хабаровский край. Что фиксируем? Хотя господин Дегтярев и носит такую прическу, как будто он родился и вырос на Южном, для хабаровчан он родным так и не стал, а для приморцев тем более. Так что его мнение мы игнорируем. Но если это действительно какие-то политтехнологические штучки, то ставим крепкую четверку с плюсом. Пункт второй. Русалка и Владивосток. Ее многие успели позабыть, тем более, что мы теперь любим совсем других русалок. Остается наблюдать за этой эпичной битвой. И Пенза. Пензенский кейс. Что? Ни без бизнеса, ни без политики здесь не обошлось. Но сначала бизнес, потом политика, а уже в конце справедливость. И весь политический класс России в смятении. Ну что ж, нам остается только думать об этом всю предстоящую неделю. А пока прощаемся. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова